Следующая реформа, земская. Она была абсолютно необходима сразу вслед за крестьянской реформой. Если крестьян освободили, их избавили от власти помещика, но какая-то же власть должна быть? Помещик вообще, это был агент государства, который управлял вверенным ему народом. В глазах властей помещик это был агент правительства, который управляет вверенным ему народом. И в какой-то степени, даже в немалой степени, любой государь-император помещику мог говорить, у тебя мое имущество. Помещик мог сказать, это мои крепостные, но и государство могло с таким же успехом ему сказать, извини, голубчик, это мое имущество, которое тебе вверено, для того, чтобы оно было, во-первых, здоровым, дееспособным, хорошо служило в армии и платило налоги. А будешь плохо, мы можем и отнять, и отнимать. Во всяком случае, в первой половине 19 века, в случае изъятия у помещиков таких плохо управляемых имений было, хватало. Даже в нашей воронежской губернии. Так вот, власть помещика упала, распалась цепь великая. А кто будет управлять теперь? Как-то народом надо управлять. Говорят, ну так чиновников назначьте. Чиновников из кармана не возьмешь. Их надо еще наготовить. И они не так просто формируются. И это дорогостоящее занятие. Нужны кадры и нужны люди. И они вот из табакерки не выскакивают. Поэтому нужно было срочно создавать какие-то замещающие институты управления. Вот решили пойти по пути, так скажем, уж если либерализация, так или либерализация. Горячие головы энтузиастов либерализации России тогда придумали идею вести общественное самоуправление. Это была поразительная, вообще говоря, реформа. Настолько она была чужеродна русской государственной традиции того времени. Земская реформа. Это означало создание на местах, губерниях и уездах учреждений общественного самоуправления. Причем выборных, всесословных. При этом никто не мог уклониться. При этом никто и не просил. Это государство заставило на местах Бобровское уездное земское собрание собирать раз в три года. Или Воронежское губернское земское собрание. При этом все сословия должны были обязательно выбирать часть своих депутатов или гласных в эти уездные земские собрания. Да мы не хотим, говорили крестьян. Не хотите, заставим. Это примерно так же, как было с отменой крепостного права. Когда-то Сергей Степанович Лонского спрашивали. Мы готовим отмену крепостного права. А вот представьте себе, вдруг какая-то деревня, где крестьяне не хотят. Ну не хотят. Им хорошо с хорошим барином. Барин хороший, заботливый, опекун хороший. Защищает как надо. Ну как вот генерал-аншеф Троекуров там. Люди Холопского звания, писал Некрасов, сущие псы иногда. Вот нравится им господин. Лонской ответил. А мы их и спрашивать не будем. Освободим, да и все. Понятно? Так и здесь. Земская реформа собиралась и создавалась, и никто не спрашивал в населении. Хочет, а не хочет выбирать земские собрания. А эти земские собрания обязаны были принять на свои плечи весь ворох местных нужд. Включая народное образование, народное просвещение, местные коммуникации, агрономическая, ветеринарная служба, огнестойкое строительство. И я еще мог бы чего перечислять. Государство впервые в своей нашей русской истории, вот начиная от Ярослава Мудрова и до этих дней, со своих плечей снимало часть компетенции и передавало обществу. Причем принудительно. Собирайтесь и решайте. Вот вам земские собрания, вот мы создаем, выбирайте и сами там делайте. Будете плохо жить? Ну спрашивайте себя, почему у вас мусор, грязь, государство тут ни при чем. Вот впервые, так скажем, это была грандиозная по последствиям реформа, земская реформа. Она была просто абсолютно, это создавался дуализм, вроде как во времена Ивана Грозного, который вел опричненную земщину. И термин-то земской реформы, по сути дела, напоминал времена Ивана Грозного. Где страна раскололась, появились государственные коронные структуры управления и местное самоуправление. Появились уездные и губернские земские руководители, которые могли говорить, меня уполномочил народ, меня выбрало земское собрание, а вас, губернатор, назначил государь. Значит, между нами, извините, разные, то есть мы по-разному вообще построены, у нас разная степень ответственности. И проблема дальше заключалась в том, что средства-то, деньги, оказывались не у губернаторов, а у земств. Земство строило, земство собирало, земство имело право ввести земское обложение, земские налоги, земские сборы, и имело свой собственный карман, который не контролировался государством. Страна, по сути дела, раскалывалась. Раскалывался, возникал опаснейший дуализм. Цена его была. Подъем культуры, подъем науки, подъем образования, конечно, был. Построено в Воронежской губернии, земцы построили полторы тысячи земских начальных школ к 1908 году. И уже в 1908 году земцы могли говорить, мы можем обучить всех крестьянских детей, пока они еще не учатся, потому что нет закона о всеобщем начальном образовании, не хватает педагогов. Но, в принципе, страна готова перейти к всеобщему обязательному начальному образованию. Земцы создали какую-никакую медицину, и когда говоришь о том демографическом невероятном взлете, с которого я начал свою лекцию, то это, вообще говоря, память, надо сказать, о земце. Земской реформе, земские врачи появились, Чехов был земский врач. Они не государству служили, они служили народу своему. И те народу, так же, как земский учитель, он не на коронной, не государственной службе был, у него не было гербовых мундиров, они служили народу. И служили порой просто от сердца, от души, отдавая все народному образованию, народному просвещению, народной агрономической службе. Ответом была выживаемость крестьянских деток. Если до земской реформы крестьянская жена рожала, должна была, крестьянская мама должна была родить 15-20 детей, чтобы выжила 3-5, и сохранить тем самым наш народ. Это был подвиг, тихий подвиг русской женщины, которой вообще историки, как следует, и не описали. Цена женщины, которую она платила за сохранение, за выживание нашего народа. Рожали по многу, потому что детская смертность была вопиющей, компенсатором была высокая рождаемость нашего народа. Но это было на самом деле так. А в результате к 40 годам женщина изнашилась. 40 лет, бабий век, так говорилось, это известно. Земцы делали очень много для того, чтобы изменить эту ситуацию, сократить продуктивность крестьянских семей, чтобы меньше рожали и больше выживали. И вот результатом стал постепенное наращивание русского народа. Темпы прироста населения доходили до 2% в год. Но кто-то, специалисты, демографы прекрасно знают, какие это были высокие показатели. В Воронежской губернии в 61 году проживало 1,8 миллиона человек. В 1897 году проживало 2,4 миллиона человек. В 1905 году проживало 3,2 миллиона человек. В 1914 3,7 миллиона человек. Почти 4 миллиона. А в 61 году, когда отмена крепостного права была, меньше двух. А ведь это жизнь одного человека. Населений. Причем сюда никакой ни таджикской, ни узбекской миграции не было. Отсюда уезжали на Ставрополье, там на Сибирь, потом при Столыпине. А вот естественная плотность или рост населения был феноменальный. 4 миллиона было воронежцев. Почти. А сейчас 2,4. 2,4 где-то. Но правда мне могут сказать, территория Воронежской губернии была не такой, как нынешняя Воронежская область. На 10%. Разница территориальная на 10%. Мы потеряли Берючинский и Валуйский уезд, приобрели Борисоглебский. Разница 10%. Но ведь это 4 миллиона, а не 2,4, как сейчас. Народ. Вот в 20 веке в состояние попало в центральное Черноземье и воронежский край, в том числе по демографическим показателям. Я говорю о том, что земская реформа привела к многим позитивным результатам. А во многих наших уездных городах и в Задонске, допустим, и в Воброве до сих пор земские здания лучшие здания. Земцы имели свои деньги, имели свои кадры, своих людей. Появилось земство вне государственная структура. Но когда инициаторы разрабатывали, они полагали, что земцы так и будут копаться, как муравьи, вот в местных нуждах. Утирать сопли крестьянским детям, строить школы, больницы, агрономические службы. Но это же наивные расчеты. Очень скоро придет время, когда поднимется врач Мартынов, станет и скажет земский врач. Господа, ну что мы обсуждаем, что надо там сусликов травить, или надо лесные полосы строить. Конечно, все это надо. Но, господа, главное же, это неверная экономическая политика правительства. Надо повлиять на правительство, надо выбор приоритетов государственной жизни. А это недопустимое вмешательство земства в сферу государственных вопросов. Мартынова арестовать, выслать. Я в данном случае этот конкретный эпизод говорю только о том, что внутри страны произошел потрясающий раскол. Лучшие люди, по во всяком случае нравственным побуждениям, тяготели к земству, обессиливая тем самым, между прочим, от нравственного капитала государственные структуры, выстраивалось опаснейшее противостояние. Мы и они, власть и общество. В эту трещину ворвется потом революционный экстремист.